Эту историю рассказывают шепотом, что коронавирус придумали не китайцы, а мы, русские. Якобы мы разрабатывали бактериологическое оружие в том самом знаменитом центре Вектор в Новосибирском, суперсекретном. И вот там произошел взрыв в сентябре прошлого года, и полетел коронавирус сначала по России, а потом по всей планете. Офигенная история. Ну давайте разберем детали. Сначала взрыв. Официальное сообщение 16 сентября прошлого года. В центре вирусологии Вектор под Новосибирском произошел взрыв. Пострадал один человек. Угрозы биологической безопасности нет. Причина взрыва не установлена. Репортаж Первого канала 19 ноября прошлого года. Вспышка пневмонии в нескольких регионах России. Закрываются на карантины школы. И подробности в этом репортаже фантастические. Все признаки коронавируса. Функции легких молниеносно нарушаются, и ткань превращается в один сплошной рубец. Человек дышит, но кровь не насыщается кислородом. Ситуация критическая. Такое лечение может длиться месяцами. Тяжелейшее состояние, при котором нередко пациенты погибают. Вот то, что будут всей стране по всем телеканалам рассказывать спустя 4 месяца, 19 ноября прошлого года уже на Первом канале. Найдите хоть одно отличие от коронавируса. При этом заболевание нередко протекает бессимптомно. Человек ощущает только легкое недомогание. И даже не подозревает, что в организме развивается катастрофа. Но это сейчас мы знаем, что никакой катастрофы нет. Что если болезнь бессимптомна, ну значит через недельку выйдешь, пойдешь гулять и не заметишь. А тогда, в ноябре прошлого года, врачи, смотрите, без масок, без защиты. Им никто еще не рассказал, что это страшная зараза, она передается вот так ужасно, и надо от нее прятаться. Нет? Ну просто врачи недоумевают. Рассказывают Первому каналу, какая удивительная пневмония в этом году. Нарушение вентиляции в данной области легкого. Но второй момент, нарушение кровообращения. Это может приводить к тому, что это будет более уже выраженная стадия заболевания. А вот Ольга кашляет на больничной койке. Узнаете кашель. Состояние с каждым днем ухудшалось. Ольга чувствовала слабость, но упорно продолжала ходить на работу. В том говорит явно заученный текст. Вот таким текстом обычно у нас люди каются и признают свои ошибки перед лицом правоохранительных органов, когда органы с ними поработали. Я теперь понимаю, насколько опасно такое поведение, какое я допустила. Она признает свою ошибку, что нельзя было так себя вести. Как себя вести? Кашлять и ходить на работу? Да, собственно, все так делают всю жизнь, потому что работать надо. Кровь поступает в резервуар, где насыщается кислородом. Смотрите, какую красоту нарисовал Первый канал. Так работает аппарат искусственной вентиляции легких. И рядом реаниматолог. Все серьезно. В ноябре прошлого года врачи знают, что в принципе нужно делать с такой странноватенькой и тяжелой пневмонией. Только они не знают, в чем причина этой пневмонии. Заболевание пневмонией, что уже сейчас даже в больнице как бы мест нет. Нарушение вентиляции легких, нарушение кровообращения. И все это в ноябре прошлого года. И что? Да ничего. Разве кто-то сделал из этого выводы, поднял на федеральный уровень, обмозговал, подготовился, заготовил коечки. Нет. Этим всем мы будем заниматься спустя пять месяцев, в апреле этого года. А тогда, в ноябре, повторяю, во Владимирской области, в Ростовской, в Челябинской, в Оренбургской. И ничего. И никаких выводов на уровне Минздрава. Может быть, потому что нельзя делать выводы, потому что это сверхсекретное супероружие и суперпрограмма. Ну а кому надо, фактурку возьмут, сделают выводы и уточнят, как происходит заболеваемость, течение болезни от этой болезни. Отличный эксперимент на людям. Да неужели бактериологическое оружие? Мы и так уже воспитали супербактерии, которые не поддаются лечению. В том числе и те, что вызывают пневмонию. Набираем в Яндексе бактериологическое оружие и узнаем, что Россия и США подписали договор о его запрете еще в 72-м году. Но механизмов контроля нет никаких. В 79-м году под Свердловском произошла вспышка сибирской язвы. Погибли человек 100. И, судя по всему, выброс произошел из военной лаборатории Свердловск-19. Но официального подтверждения этого не было. Хотя Яйцин потом приравнял вот жертв вот этой вспышки сибирской язвы к жертвам черновойской аварии. В принципе, это косвенное признание того, что, ну да, это накосячили наши военные, так же, как Свердловский накосячили наши атомщики. Но бог с ним Советским Союзом, что сейчас в России творится. И выясняется, что спутниковые снимки показали, что вот в этом центре Свердловск-19 строятся большие новые корпуса. Вот уже года три как активно строятся. И в некоторых других бывших центрах разработки биологического оружия в Советском Союзе сейчас тоже активно строятся новые здания, ангары. Но мы с вами понимаем, что все это не доказательство. Ну мало ли какие корпуса строятся в наших бывших военных секретных лабораториях. А может, там сейчас не оружие делают, а наоборот. Уже за три года до пандемии коронавируса наши дальновидные ученые начали разрабатывать секретные вакцины. И готовятся к вспышке бог знает чего. Всего. Правда же? Возможно? Возможно. Октябрь прошлого года в Новосибирске проходит совместно антитеррористическое учение России и Китая. Причем спецподразделений нашей Росгвардии и Народной вооруженной полиции Китая. Вот я не знаю, та Росгвардия, которая разгоняет митинги в центре России, это явно не спецназ. У них есть еще какие-то особо круто обученные и, наверное, круто вооруженные люди. Зачем нам такие? Не знаю. И еще один факт. Ухань, Китай. Да-да, Ухань. 15 октября прошлого года. Там проводятся всемирные военные игры. И в них принимает участие и Россия, и Китай. Ох, вы скажете, это ничего не доказывает. Всемирные военные игры проводятся с 95-го года. Действительно ничего не доказывает. И во всемирных военных играх принимают участие там военные США, и бог знает кто. Военные спортсмены. Но почему Китай назначает проведение этих военных игр именно в Ухане? У них что, Ухань это такой важный военный центр? Видимо, важный. Только об этом не знает весь мир. Между прочим, вот эта лаборатория в Ухане, это единственная в Китае лаборатория с четвертым уровнем безопасности. Она суперсовременная, и она открыта в 2015 году. Вот что там разрабатывалось? Борьба с вирусами, да? И поэтому такой уровень безопасности может быть все-таки действительно оружие? Возникает вопрос, зачем китайцам бактериологическое оружие? С кем они будут воевать? С американцами? Да бред, конечно. С американцами они торгуют ко взаимному удовольствию и обогащению. И Илон Маск строит в Китае свои автомобильные суперзаводы для производства электрических машин Тесла. Какая нафиг война со штатами? Но мы знаем, что в Китае существует мусульманский Сенган-Уйгурский район автономный, в котором пассионарные мусульмане все время бунтуют, добиваются независимости, посылают куда подальше эти центральные власти Китая. Вот для борьбы с ними вполне верю, что китайцы могут разработать бактериологическое оружие, с них станется. Тем более он далеко, в горах, они думают, сейчас мы туда забросим, там все помрут от этого вируса, да, а до континентального Китая не долетит. Долетело, как видите, нельзя баловаться с бактериологическим оружием. Ну и остается вопрос, а что же у нас в России? Нам-то зачем бактериологическое оружие? Ну, конечно, оно нам не нужно. Нам-то с кем бороться? Ну, даже если мы вдруг сфантазируем, что наши власти разрабатывают бактериологическое оружие, ну, с кем? Со своим народом? Да зачем? Народ наш вялый, небоевой, совсем не такой, как мусульмане в Китае, тихие люди, которые выходят там на самый крутой митинг 50 тысяч человек, и врачи даже боятся бунтовать, когда уже помирают от этого вируса. Ну, зачем нашей власти бактериологическое оружие? Нет, конечно, это все дешевая утка, неправда, товарищи, полное разоблачение, никаких фейк-ньюс. Ура, Владимир Владимирович! Остается вопрос, неужели никто никогда не узнает правду, что же там китайцы разрабатывали в этой суперлаборатории? Кое-кто знает, американцы. Дело в том, что возглавлял эту лабораторию Чарльз Либер, крутейший профессор Гарварда, американец, который суперспециалист в химии, нанохимии, пару раз выдвигался на Нобелевскую премию. Вот этого человека китайцы завербовали, нет-нет, наняли на работу еще в 2011 году, и все это время платили ему по 50 тысяч долларов в месяц. Судя по всему, вот эта суперлаборатория в Ухане комплектовалась тоже оборудованием, как указывал Либер. Ему еще там давали деньги на съем квартиры, перелеты, бог знает что. Кстати, интересно, американцы арестовали Либера не за какую химию там или оружие бактериологическое, нет, за уклонение от налогов, потому что вот эти деньги, которые получал от китайцев, он их в Америке не декларировал. Но арестовали его очень оперативно, в самом конце января этого года, вот тогда, когда уже стало ясно, что в Китае действительно вспышка вируса. Это когда еще Всемирная организация здравоохранения врала всему миру, что нет-нет, ничего страшного, Китай, он вообще-то нормальный, да. Американцы все поняли, закрыли этого Либера, и я думаю, что выжили из него всю информацию, но молчат. Вот сейчас поднимается по всему миру тема ответственности Китая за то, что они запустили этот вирус по всему миру. И все говорят, ну а как это доказать, а какие деньги потом с Китая, может быть, взыскать? Да легко доказать, берете Либера, и он все знает, у него все ходы записаны. Расколется ли Либер, или к нему уже в тюрьму подбираются китайские шпионы, чтобы вколоть ему какой-нибудь там новичок, чтобы на тот свет отправился Либер со всеми своими секретами. Детектив продолжается. Подписывайтесь на мой канал, пока китайские шпионы не добрались и до моего ютуб-канала. Сразу в нескольких регионах обострение ситуации с пневмонией. Я начал монтировать ролик и понял, что забыл самое главное. Можете начинать писать в комментариях, это реклама, ты такой секой, ты хочешь заработать. Ребята, я в 18 раз говорю, что на поселке 7 на 7 я не зарабатываю, я зарабатываю на рекламе. А вы получите поселок по себестоимости. И то, что я делаю, зачем я маюсь с этим поселком, это называется маркетплейс. Я создаю поляну для того, чтобы собирать рекламу, чтобы туда полезли рекламировать все-все, стройматериалы, окна, двери, замки, ручки, краски, все на свете. Понимаете? Вот это и есть маркетплейс. А вы получаете фантастического качества дом с невероятным стеклом за 5, таки 5 миллионов рублей. Потому что я вижу при акции на 6 миллионов рублей, что вам дорого. Вот это удивительная планка, 5 миллионов, которая отсекает кучу народу. Но при этом уж теперь, ребята, поймите правильно, никакого бетонного фундамента, только сваи и никаких архитектурных излишеств. Правда, вот это стекло, а вы скажете, архитектурное излишество, оно будет, мы за него поборемся, и это не излишество. Это качество жизни. Вот эта стеклянная стена и выход на террасу, и здесь проходит вся жизнь. Это то качество жизни, за которое стоит бороться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!